Всем привет! Это Clash of Clans и сегодня у нас по счету 62 летсплей. На эту серию я запланировал 7 атак лучницами и варварами, то есть как вы уже поняли это фарм атаки. Конечно сегодня у нас не черед фарм атак, то есть на сегодняшний 62 летсплей были запланированы атаки гигантами, так как я чередую бои шарами, гигантами и луками и варварами, но после шаров я решил сделать именно луков и варваров, чтобы бои гигантами в следующий раз были намного интереснее. И спросите вы в чем дело, так вот через буквально 8 часов, извиняюсь, сижу на турецком, через 8 часов у меня будет готова целительница 3 уровня и на мой взгляд с ней атаки будут намного успешнее. Мне кажется, лучше провести сейчас именно фарм атаки, а уже потом, когда будет целительница 3 уровня, атаки гигантами. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Конечно, такие бывают мнения не очень хорошие о фарм атаках, то что не особо любят их, когда я их провожу, но все-таки для разнообразия нужно. Тем более, довольно много людей их одобряет, но и существуют, как я сказала, люди, которые против всего этого. Кстати, сейчас уже докачается пушка, можем на это лицезреть. Вот таким вот образом. Так, еще осталось 2 пушки и будут у меня все пушки 10 уровня. Хочу сейчас поставить, наверное, все-таки казарму, на 4 уровень докачать последний удар казарму до 4, так сказать, добить все это дело. И уже потом начну качать башни лучниц. Недавно на 5 миллионов золота прокачал забора, то есть довольно неплохо пофармил, улучшил короля. 35 тысяч дарку умудрился накопить и решил поставить короля. Так, ну забора я уже сказал улучшил, порядка 10 штучек, то есть вот у меня здесь 2, а вот тут вот одна. И вот этот ряд я улучшил. Следующий ряд я буду улучшать вот этот и вот этот. И после этого будем улучшать внутреннюю сторону. Так, в принципе, вроде все сказал. Не знаю, что сейчас делаем. Давайте, в принципе, я думаю, почему бы нет, прокачаем 2 заборинки. Чисто просто так. Так, раз и два. За эликсир одну. Мне нужно, знаете, как сделать, чтобы после улучшения казармы, мне осталось ровно столько же, сколько улучшение казармы стоит эликсира, на улучшение непосредственно гоблинов. Хочу добить всех войск, которые у меня сейчас доступны, и уже улучшать можно будет банки. Думаю, с этим все ясно. Так, все, я думаю, можно поставить дарк казарму на апгрейд. Отлично. Вот она у нас стоит. Все вроде пока отлично. И мы сейчас пойдем поищем какую-нибудь базу, заброшенную или не очень. Так, 187 тысяч эликсира. Надо ли нам оно? Что нам сейчас нужно? Нам сейчас нужен эликсир. Я думаю, мы сможем его здесь забрать, в принципе. Хотя, наверное, нет. Я лучше бы ищу все-таки какую-нибудь заброшенную базу, чтобы там забрать и золото, и эликсир, возможно, даже перепадет дарк. Наверное, не буду, как всегда, томить вас своим поиском. И как только обнаружу интересную базу, сразу же вам об этом дам знать. Вот я, в принципе, нашел подходящую нам базу. Здесь хранилища расположены все, можно сказать, на внешней стороне. То есть можно забрать все ресурсы из шахты-хранилищ, кроме дарка, потому что дарк у нас здесь в центре. Все, в общем, как полагается. Это, на мой взгляд, антихок-база, потому что, ну, свинки, по идее, гиганты, должны бегать по кругу. Ну, да, стандартный антихок, хотя, в принципе, как-то довольно странно он сделан. Ну, да ладно. Так, думаю, можно начинать атаку. Кастл-клан проверять, наверное, не буду. Сам, может, если что, выйдет. Нет, там вроде ничего нет. Давай, собственно, начнем. Так, выпускаю варваров, чтобы на них отвлекались весь деф. Так, сюда, наверное, скину варваров вместе с лучницами, соответственно. И сюда тоже парочку варваров, чтобы забрали золото. Здесь, кстати, визы расстреляют, что не есть, хорошо. Так что докину еще варваров. Тут можно, в принципе, обойтись, наверное, одной лучницей. Да, даже двумя. Потому что там пушка у нас не достает. Тут шахты так разбросаны. Интересно так, что лучше поэкономить тех же даже самых лучниц. Выпускаю варваров. Лучниц все очень идет по-стандартному. Так, здесь надо побольше варваров, потому что очень-очень много пушек обстреливают. Да еще и визыр, к тому же. Отлично. Так. Здесь почему-то варвары реагируют на будку строителя, наверное, потому что она стоит близко очень к месту высадки. Так. Все дело у меня пока сносится. Надо бы снести эту шахту. Так. Я думал, я ее вообще там чуть не добила. Она оказывается целая. Я ее даже не трогал. Просто за этой дар казарм не видно. Есть там золото? Нет там золота. Так. Мы видим. Тут у нас еще две шахты. И хранилищ довольно еще много у нас стоит. Из которых также бы хотелось забрать золотишко. Давайте, знаете, как сделаем? Выпустим порядка десяти варваров. И сзади порядка четырех лучниц. Чтобы они сломали костер. Отлично. Костер сломан. И выпускаем еще порядка десяти варваров. И порядка девяти лучниц. Я думаю, этого должно хватить. Посмотрим сейчас, что здесь произойдет. Наверное, выпущу еще девять варваров на всякий случай. Так. И сейчас у нас идут ребята к хранилищу с эликсиром. Что, в принципе, довольно хорошо. Все хранилища, конечно, вынести не получится. Потому что расположены они, опять же, повторяюсь, не особо удачно для сноса. Ну да ладно. Так. Здесь у нас, как видим, много золота довольно. Поэтому выпустим сюда варваров, наверное, всех. И лучниц. Так. Лучниц, наверное, оставим штучек десять. Глядишь, там где-нибудь еще добьем что-нибудь. Так. Шахта снесена. И осталось снести это хранилище. Заберем, конечно, не кучу огромных ресурсов. Но все же, сколько выйдет, столько выйдет. Конечно, хотелось бы забрать именно золото. Не знаю, почему такая мания к золоту. Ладно. Так. Выпускаем еще лучниц, чтобы они добрали маленький эликсир. Хотя, в принципе, тут вообще какие-то копеечки. Можно было, в принципе, не тратить. Хотя, ладно. Пускай. Дарк дрели тут я не наблюдаю вообще. Ни одно, несмотря на то, что это у нас восьмой таунхолл. Все. Два. Один. Время у нас закончилось. Забрали, конечно, не очень много. Но, в принципе, база была интересная. А на кубке как-то не особо обращаю внимание. Так. Армия уже строится. Так. Со вчерашнего дня я фармлю. То есть, довольно упорно фармлю. Можно посмотреть реплейчик заброшенки. Нашел тут заброшенную базу. Тут очень удачно располагали шахты. То есть, если я скидывал лучниц, то никакие защитные сооружения не достают. Фактически никакие. Потому что вместо всяких башен лучниц поставили на АРДФ. Давайте включим на четвертую скорость. Не знаю, почему решил показать вам реплей. Наверное, просто так. Как видите, действительно не достают никакие пушки. А вот здесь их тоже, конечно, начинают доставать. И поэтому мне пришлось высадить варбаров. Ну, здесь точно такая же ситуация. Даже дарка маленько перепала, что, в принципе, довольно неплохо. К сожалению, в последнее время не очень много попадает заброшенных. Но что поделаешь. Приходится искать. Потому что ничего, как я говорю, другого не остается делать. Так. Давайте соберем ресурсы с коллекторов. Не знаю, зачем я это говорю. Ладно. Так. Армия уже строится. Уже половина готова. И как только будет готова все 100% армии, я вам сразу же об этом скажу. Вот армия для атаки достроилась. И сейчас я пойду поищу, опять же, какую-нибудь базу. Надеюсь, мне повезет побольше. И найду я что-нибудь пожирнее, что ли. Не знаю, как правильно сказать. И как только я подберу что-нибудь подходящее, я вам сразу же об этом скажу. Так, ребят. Вот, мне действительно повезло. И я не скажу, что долго искал. Довольно быстро нашел заброшку. И предлагаю сразу же выносить шахты. Здесь расположены довольно удачно. Некоторые пушки просто не достают. До некоторых шахт, и поэтому этим будем пользоваться. Так, до тех, к сожалению, достает. Так что там уже не получится. Нет, там тоже пушка стоит, не увидел. Думаю, сейчас можно таким захалявить и высадить две лучницы. И не сливать все войско. Так, как видите, довольно быстро все снесли. Ресурсы почти все забрали. То есть, неплохо. Действительно повезло, что так быстро нашел. Не ожидал, что найду так быстро. И столько попадались базы, на которых по 120 тысяч. Потому что там шахты не прокачаны. То есть, шахты восьмого уровня, седьмого уровня. Хотел уже на них напасть от безысходности. Но тут уже решил все-таки подыскать побольше. Все-таки записываю видео. Так, убиваем короля. Отлично. 50% есть. Я думаю, можно сейчас завершать бой. В принципе, наверное, да. Хотя, в принципе, сейчас варвары будут сносить. Золото хранилище. И, возможно, заберут оттуда маленькие ресурсы. Все, ладно, что томить. Лучше вырублю бой. Забрал 222 тысячи золота и 208 тысячи лексиров. Что, в принципе, нормально. Я думаю, после того, как понерфили фарм. Понерфили, кто не знает, это его, можно сказать, урезали. То, в принципе, довольно неплохо. Думал, пойдет. Тем более, искал, повторяюсь, не очень много. Что очень радует. В принципе, наверное, опять же. Скоро свяжемся. Так, вот армия достроилась. И сейчас я, опять же, пойду поищу какую-нибудь интересную базу. Надеюсь, как и в предыдущий раз, мне повезет. И я найду довольно ее быстро. Не хотелось бы очень много времени убивать на поиск. А все же снимать надо еще целых 5 атак. Так что нужно поискать довольно интересные базы. На мой взгляд, чтобы было хотя бы на них по 200, хотя бы по 180 тысяч ресурсов как минимум. Потому что на мелкие заброшенки, на которых вроде 130, 140 тысяч ресурсов неохота нападать. Ну, вот типа этих. Что-то не особо как-то они, не знаю, манят. Все-таки хочется поискать что-то пожирнее. Я думаю, вы меня понимаете. И, в принципе, как только я подберу подходящую базу, я вам сразу же об этом скажу. Так, вот я, в принципе, нашел заброшенную базу. Конечно, я вам только что говорил то, что такие базы мне не особо подходят. Но, в принципе, 180 тысяч эликсира, я думаю, вполне нормально. То есть я говорил хотя бы, что было по 200, а 180 тысяч эликсира мне вполне хватит. Так как, я думаю, все знают, все помнят. Никто не забыл то, что забор можно уже улучшать за эликсир. Так что эликсир мне сейчас будет довольно. Кстати. Так, здесь коллекторы, на мой взгляд, девятого уровня. Полностью забиты, что очень радует. Также заберем золото. Тут порядка 70 тысяч, что, в принципе, тоже, конечно, немного. Но вообще просто копейки, можно сказать. Но, как говорится, за компанию возьмем и золото. Так, высажим лучниц. Прокачка вообще не какущая. То есть вы это можете заметить по уровню забора того же. Так, аэрдэф и третий. Первые, вторые, башни луков. Пятые, это или какие-то шестые, не знаю, уже забыл. Ну, можно, в принципе, устроить такой раш. Давайте попробуем. Так, высаживаем всех варваров внутрь. Чисто позабавиться. Посмотрим, как справится чисто фармармия с такой базой. То есть, что будет, если вы не будете прокачиваться. Так, высаживаем лучниц. Сначала, вернее, высадили варваров, а сзади лучниц. Так, не знаю, какого уровня здесь мортира, но она не ваншотит лучниц, на мой взгляд. Давайте сейчас это проверим. Да, лучница она не ваншотит, что просто великолепно. И, как видите, ребята мои спокойно проходят в центр и делают свою грязь. То есть, ребята, обязательно качайте деф, качайте забор, чтобы с вами не произошло точно такой же ситуации. Потому что, я уверен, человек, зайдя в игру, будет действительно расстроен. Ну да ладно. Так, король первого уровня тоже быстро выносится, без всяких проблем. Мортира. Ну, здесь мортира с ваншотила. Дело в том, что войск уже было потрепано. Так что, здесь ясно было то, что мортира будет... Да, мортира даст ваншот. Так. Ну, здесь все просто добило. И я думаю, дальше продолжать нет смысла. Потому что, ну, лучница сейчас снесет забор и мортира или башня луков просто снесет. Так что, я завершаю бой. Забрали 11 кубков, 172 тысячи эриксиров. Включая бонус, забрали 180 тысяч ровно. Что, в принципе, конечно, не столь много, но сойдет. Сойдет. Так. Армия уже делается. И, как только она будет готова, я сразу же вам об этом дам знать. Так. Вот, опять же, армия достроилась. И сейчас я пойду поищу базу. Базу, надеюсь, долго не придется искать. И, как только поищу что-нибудь подходящее, сразу же вам об этом скажу. Так. Вот, мне не пришлось долго искать. Буквально после того, как я выключил запись, щелкнул раза два и нашел сразу же базу. Здесь, конечно, не полностью заброшенная база. Здесь есть ресурсы и в хранилищах. Так что придется прорваться к центру. Castle Clown Pust. А это очень хорошо. И так что, я думаю, можно начать, собственно, атаку. Для начала я снесу эти костры. Именно вот этот. Нет, потому что тут у нас и будет доступ к пушке. Потому что я хотел бы сейчас ее снести, чтобы она нам не мешала. И снести эту башню лучниц, чтобы она нам так же не мешала. Так, мортира стреляет. Не знаю, будет ли эта мортира ваншотить моих лучниц. Очень надеюсь на то, что нет. Я предлагаю высаживать, собственно, так. Нет, наверное, молнии на мортиры я скидывать не буду. Уж очень это затратно выйдет. Тем более мы на фарме. Так что это тоже дело будем забывать. Так. Сейчас все в казарму, чтобы больше войск не фокусировалось на них. И шли чисто в центр. Это для меня сейчас главное. Потому что тут по кругу стоят шахты, по кругу стоят ресурсы. И, соответственно, в центре у них, у человечка лежит и золото, и эликсир. В общем, все по фланшую. И давайте все дело выносить. Высаживаем кучу-кучу лучниц, которые сейчас будут все это дело, как я сказал, выносить. Также высаживаем кастл-клан, с которым сидят маги. Или не сидят, не помню. Но... А, нет, магов нет. А, нет, два мага есть. И куча лучниц. То есть, как видите, просто реально толпа. Просто невыносимые бывают даже пролаги происходят. Но... Все это из-за того, что это просто невыносимое мясо. Думаю, вы можете это заметить. Куча лучниц, куча магов. Таунхолл сносится за мгновение просто. И мортира также выносится просто за щек пальца. И это просто замечательно. Я думаю, куча прыгалок, ловушки. Все это встречает моих товарищей, если это можно так назвать. В принципе, я думаю, сейчас они вынесут золото. И на этом закончим. Да, даже вынеси золото. Не успели, просто мортира накрыла. И все. Думаю, можно завершать бой. Конечно, забрали не все ресурсы. Но, я думаю, неплохой такой раш устроили. Забрали, конечно, тоже не совсем много. На мой взгляд, хватит. 11 кубков. Такой небольшой бонус. В принципе, нормально. Так, сразу же я у ребят попрошу войска, чтобы закинули мне для следующей атаки. Возможно, понадобится армия уже строится. И как только она будет готова, мы продолжим. Вот, моя армия достроилась. И сейчас я пойду поищу, опять же, какую-нибудь заброшенную базу. Кстати, на меня здесь недавно нападали. После боя я вам обязательно покажу реплей. Там участвовала даже Пека. Я думаю, вам понравится. И вынесли 300 тысяч эликсира, если я не ошибаюсь. В общем, награбили конкретно. Так. Ну, ладно. Не об этом сейчас. Сейчас я поищу какую-нибудь заброшенную базу. Или же просто, где много ресурсов. И не особо сильный деф. И как только я подберу что-нибудь подходящее, сразу же вам об этом сообщу. Так, ребят. Вот я, в принципе, подыскал базу, которая нам подходит. К сожалению, здесь не так много ресурсов, сколько хотелось бы. Но, увы, ях мне ничего заброшеннее, если можно так назвать, не попадается. Так что давайте сходим на эту базу. Так, проверю кастл-клан. Шарики вылетели. Давайте сейчас с ними лучше разберемся. Потому что, если их оставить на потом, они нам будут очень сильно мешать. Я думаю, все об этом прекрасно знают. Это шары 3-й или 4-й уровня. В принципе, особую угрозу они не представляют. Но лучницам лучше не скапливаться в одном месте. Потому что иначе может настать попа боль. Как видите, от одного падения они выносят довольно приличное количество лучниц. Так что это не совсем хорошо. Так, сюда скину, наверное, варваров. До 80 округлю это число. Сюда примерно 5. И сюда где-то 10, наверное. Нужно сейчас зачистить территорию, чтобы можно было зайти варварами теми же, чтобы забрать ресурсы непосредственно. Так, отпускаем сюда вот варваров. И сзади лучницы собирать золото. Здесь хорошо шахты расположены. То, что, в принципе, лучницы до них достают. Были бы они расположены чуть дальше, то все, лучницы бы не доставали. И ничего бы я толком не забрал. Так, в принципе, сверху мы почти разобрались. Так, высажу здесь еще лучницы. И вот здесь еще лучницы, потому что они маленько не справляются. Пушки, две башни лучницы, Тесла. Дамажик тоже, конечно, не слабо. Так. Эта сторона у нас остается. Давайте здесь что-нибудь сделаем. Так, высаживаем с двух сторон. Жалко, что здесь не планшет, не телефон. В общем, нет сенсорного экрана. Так бы приложил два пальца. С двух пальцев бы высаживать было намного приятнее, намного лучше и намного удобнее. Я думаю, у меня прекрасно это понимает. Ух, уж эти гигантские бомбы, конечно, вечно все портят. Ладно. Нужно сейчас спасать ситуацию очень срочным образом. Так. Очень печально то, что остаются здесь две шахты. И здесь две шахты действительно не есть хорошо. И с этим тоже нужно что-то делать. А что делать, я не знаю. Нужно подумать. Ладно, давайте выпустим сюда Кастл Клан. Глядишь, из этого, из... Как оно называется-то? Квадрат, не квадрат. В общем, из этого места, глядишь, пойдут по другим шахтам. Но, как видите, две мортира обстреливают просто... Ой, только маг добежал, ребята. Капец. Просто нечто. Ладно, завершаем бой. Толком ничего не забрали. Я в шоке. Просто смешное количество. Ожидал, что заберу больше. Но, как видите, хитрая база. Действительно, человек забросил игру. И сидит только на шахтах. И вот таким образом ему приходится выживать. Так что это... Я, конечно, попался. Конечно, лоханулся. Ну, ладно. С кем не бывает. Такой вот небольшой опыт. Спасибо Максу за четвертых магов. Дервил сейчас накидает лучницу и мага. Просто замечательно. На следующий бой Кастл Клан у нас вообще в полном... В полной боеготовности. Что просто замечательно. Так. Я до сих пор не потратил банки. Что-то не попадаются мне никакие базы, в которых... Дарка больше двух... Хотя бы тысяч, чтобы можно было сбросить молнии. Так. Ну да ладно. Сейчас не об этом. Сейчас мы ждем, пока достроится армия. И как только она достроится, я вам сразу же об этом скажу. Все. Вот моя армия и достроилась. Сейчас я пойду поищу опять же какую-нибудь заброшенную базу. Надеюсь, мне сейчас поведет намного... Намного больше, чем в прошлый раз. И как только я найду что-нибудь подходящее, я вам сразу же об этом сообщу. Так, ребят. Вот я, в принципе, нашел подходящую базу для атаки. Здесь не очень много ресурсов, но я думаю, нам хватит. Так, здесь я смотрю, дарк дрели полностью заполнены. Чем можно, в принципе, воспользоваться. Так, для начала я снесу это. Нападать, сразу же говорю, будем сверху. Будем нападать отсюда. Так, снесем мортиру, чтобы не было никаких проблем. Я думаю, у нас все, в принципе, должно получиться. Так. Одну секунду. Высаживаем здесь, наверное, варварам, чтобы они снесли дрельки. Чтобы, как я повторяю, забрать дарк фиксир. Так, сюда я скину две молнии на эту мортиру. Чтобы она нам вообще никоим образом не мешала. Отлично, мортира снесена. И теперь нужно сделать так, чтобы варвары побежали в центр. Да, вообще, все войско побежало в центр. И для этого нужно разорвать такой что-ли круг, не круг. Я не знаю, как это правильно назвать. Вообще, чтобы ребята не гуляли по кругу, это нужно сделать. Также хотелось бы снести всякие башни-гужницы. Десят Таунхолл. Вообще, прокачка убогая, даже инферно нет. В общем, смешно. Действительно смешно. В общем, после сноса надо вообще снести все эти пушки. Потому что вот эти вот арбалеты будут очень нам сильно мешать. И лучше, чтобы вообще нам мешало как можно меньше зданий. Так что снесем всякие башни-гужницы. Я думаю, намного будет намного легче. Так, сносим все это добро. Как можно быстрее. Так, большинство уже снесли всяких зданий. Хотя, уже знаете какой минус? Мало остается войска для того, чтобы пойти в центр. Так, ладно, я думаю, нам этого хватит. И начинаем, собственно, атаку. Стоп, а почему они бегут туда? Странно. Это довольно странно. Так, а, я все понял. А мне не надо, чтобы они туда шли, ребята. Что за дела? О, вот сюда вот, в принципе, еще можно, да. Так, пускай идут. Так, пускай всех. И сзади непосредственно лучниц. Так, и само собой Кастл Клам. Только Кастл Клам тоже кривой, потому что туда, что очень печально. Так. Сейчас будет довольно весело. Смотрим, что же сейчас произойдет. Мортира достреливает, что не есть хорошо. Ну, в принципе, вроде неплохо получилось. Десят Таунхол сейчас почти слили. Забираем помаленько ресурсы. Здесь, конечно, база не настолько богатая, как я уже повторяюсь. Но все-таки ради фана можно. Заодно ачивку на арбалеты выпуним. Так. Забираем маленькое эликсиро. Это, кстати, у нас предпоследняя атака. Шестая по счету. Да, довольно быстро снесли армию мою. Что не есть хорошо. Ладно. В принципе, наверное, давайте завершим бой. Потому что все, что смогли сделать, мы сделали. Забрали, конечно, немного. Хотя, в принципе, 500 дарка. Нормально. В общем, пойдет. Заодно повеселились, можно так сказать. Атака, конечно, не особо прибыльная. Ну, да ладно. Так, армия уже строится. Сейчас попрошу у ребят еще войска. И, в принципе, все. Ждем нашу армию для нашей последней атаки. Так, ребят. Вот армия для последней атаки достроилась. И сейчас я пойду поищу базу. Последняя база будет очень, наверное, заброшена. Там будет много ресурсов. Это я вам обещаю. А теперь я, наверное, постараюсь найти такую базу, которую я сейчас описал. И как только я ее найду, я вам сразу же об этом скажу. Так, ребят. Вот я подыскал подходящую базу. Это, конечно, не заброшенка. Но ресурсы здесь лежат довольно забавно. И я думаю, можно их будет забрать. Прокачка, опять же, не как още. И мы этим воспользуемся. Так, высаживаю сюда варвара, сюда варвара, сюда варвара. Так, проверю кастл-клан. Даже в кастл-клане что-то имеется. Довольно странно. Ладно, давайте убьем, что оттуда вышло. По-быстрому, чтобы не тратить время. Зазря. Мортиры абсолютно не прокачаны. Давайте чисто ради теста, наверное, попробуем убить эту мортиру с молнией. Чисто ради веселья. Давайте. Просто интересно очень, убьется ли она с молнией. Нет, с молнией она, к сожалению, не убилась. Но там был шанс, довольно большой шанс, что мортира снесется. Потому что это, по-моему, вторая мортира, если не ошибаюсь. Ладно. Так, сейчас нужно убить короля. Опять же, не теряя времени. Заодно снесу эту башню визарда, чтобы она мне не мешала. Потому что... Потому что мешает, да. Так. Также здесь нужно снести все эти здания. Башни лучниц. Теслы. Главное, чтобы у меня остались войска на следующую... Не на следующую атаку, а на... Ой-ой-ой, гигантская. На, вернее, само продвижение в центр базы нужно оставить войско. Это тоже очень важно. Хотя, в принципе, тут деф настолько слабый. Тут даже нет арбалета, как на прошлой базе. И это нам очень на руку. Так. В принципе, можно начинать прорывать забор. Что мы сейчас и будем делать, собственно. Так, выпускаю кучу варваров. Лучниц за ними. Таким вот полукругом... Ой, каким-то полукругом. Так, и вот линии выпускаю их. И, соответственно, кастл план также. Так, бегут лучницы. И оттуда сейчас побегут еще и маги. Которые будут так и защищать. Как видите, на базе действительно было довольно приличное количество эликсиров, которые мы сейчас и заберем. Да и золото, в принципе, там тоже было под 100 тысяч. Это, конечно, не очень много, но все-таки тоже его заберем. То есть прокачку видели, какая просто не какущая, как говорится. И мы этим воспользовались, ребят. Визерды вторые. То есть вообще ни о чем база. А ресурсов, в принципе, на ней было многовато. Так что мне действительно повезло. Даже на заброшках бывает меньше собираю того же эликсира, чем собрал здесь. Так что, опять же, повторяюсь, повезло. Еще раз повезло. Так. Не знаю. Наверное, стоит завершить бой, потому что не вижу дальше смысла его продолжать. И поэтому я его завершаю. Так, 281 тысяч эликсира, что, в принципе, довольно неплохо. И, в принципе, я думаю, на этом можно завершить наш летсплей. Надеюсь, вам понравилось. Лайки, подписка, это все по вашему желанию. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok